Зовут меня Валентина Кузьменко. Я из города Актырка, Сумской области. Значит, у молодости я была медработник. У меня данный момент 40-летний стаж медработника. Я была участковой медсестрой, хотя по диплому я фельдшер. И 53 года я думала, что я не доработаю в пенсии, так как у меня начало валяться здоровье. И я начала пользоваться продукцией, не из аптеки начала пользоваться. И это из разных ферм, использовались из мужей продукцией, уже мы ей пользуемся в течение 15 лет. И в апреле месяце мне звонил мой теперь уже спонсор, Мирошниченко Анатолий, и сказала, что там будет презентация, вы все такое любите слушать и все, придите и послушайте. Ну, я вначале не дала этому значение, а потом он еще перезвонил. И мужу говорю, идти или не идти. Он говорит, сходи, может, что-нибудь интересное услышишь. И я пришла на презентацию, вот он проводил, собрал Тарас. Три часа была презентация, я слушала, и мне показалось, что я слушаю 10 минут. Я услышала, сколько интересного того, что даже в медицине мне преподают. Я пришла домой и говорю мужу, я хочу купить одну петилку Алоевера и попробовать попить. Ты будешь? Он говорит, да, я не хочу. До утра поменялось мнение, и Таня Демьянка привезла нам ее петилки Алоевера. Мы начали его пить, и результаты не застали себя ждать. Через две недели, в общем, то, что я имела у других компаний, сравнение никакое не идет с компанией Алоевера. И на сегодняшний день, мы начали в апреле пить сок, пьем по сегодняшний день. Значит, берем очистку пить, мужу, заразу Форевер Свобода пьет. Ну, в общем, постоянно-постоянно употребляем эту продукцию. Теперь, значит, у меня много знакомых, и так как я была в участковой медсестрой, и ходила по городу, меня очень много людей знают. И на данный момент пришли те, кто мне верит, и кому я в свое время очень помогла. И вот ко мне одна пришла женщина, у меня дома еще есть диагностика обирона. И часто люди приходят, я умею на ней работать, приходят на диагностику. И когда я показываю, какие у них проблемы, задают вопрос. А чем это убрать? Я спокойно отвечаю, что на данный момент, кроме сокола и веры, я ничего лучше не вижу. Хотите, перейдите. И если взять ее в сок и перейдите, значит, приходят по вторую, по третью. И так пошло. В итоге, однажды пришла ко мне женщина, она диагностика, и говорит, как у меня болит голова. И колену насколько крутит. Я, наверное, два часа на диагностике не высяжу. А я пошла в холодильник и взяла, она и вера налила, и 30 грамм, и говорю, пей. Она говорит, а что это? Я говорю, пей. Выпила. А колено-то крутит. Значит, хит, намазали колену. Сидит она на диагностике и говорит, ой, какое дело. Я тут что такое? Ну, как будто бы выключатель выключился. Перестала голова болеть, и перестала колено болеть. И на второй день звонит и говорит, ты в понедельник будешь, думаю, подпуду. Мы тебе привезем и служим деньги, подпись у нас на два балла. Я звоню Тарасу Супрунову и говорю, у меня оказия получилась. Оказия. Я не ожидала, что мне с этими деньгами делать. Она привезла мне 12 тысяч, бросила и пошла. Подписываю людей. И так пошел процесс. На данный момент, вот, ассистент супервайзера Валентина Шевченко, это у этой женщины, хорошая подробная. На данный момент у меня, вот, первую линию, уже в человеке подписано, а во вторую – все. Ну, я очень, вот, благодарна Татьяне Демьяненко. Я много еще ориентируюсь в телефонах, в общем-то, если бы преподавали, когда я училась, я бы, я очень, хорошая ученица. Я бы не усвоила. Ну, благодаря Тане Демьяненко сидим на одном телефоне говорим, на другом тыкаем пальцем, чтобы что-то получилось. И, конечно, Тарас. Тарас – это вообще необычайный человек, с необычайными знаниями. Кто приходит к нам на презентацию и дальше спрашивает, когда Тарас приедет. И так понемногу-понемногу завертелось, что в прошлый январь месяц я, конечно, не ожидала, что я гляду на супервайзера, ну, 19-й в группах закрыли, чтобы уходить. И еще, у меня есть заветная цель, которую я поставила перед собой. Меня не слышат мои дети и говорят, что ты вечно куда-то влезешь. И я решила доказать детям, что я что-то могу и чего-то добьюсь. И вот, спасибо, благодарю. Спасибо. Спасибо.